превьюшка с небольшим намеком на кое-каких личностей люблю пошутить заинтриговала название ролика вот такой комментарий от пользователя с ником а к а 13 августа появился в уведомлениях моего старенького планшета орфография и пунктуация автора сохранены без подкола чувак а действительно откуда столько внутриигровой валюты у этой смуглой коренной американки реально ли столько заработать рдо долларов и накопить столько золота я постараюсь ответить на вопрос а к давайте немного углубимся в прошлой игры персонаж был создан в октябре 2018 года во время закрытой бета-версии игры а в игровой статистике и статистике соушил клап указан 2019 год рок-стар вы лучшие мать вашу за ногу видео будет показана информация из соушил клап и покажу игровую информацию насколько она не соответствует начнем заработка пвп и перепрохождение сюжетных заданий я затрагивать не буду в дуду доллары многие игроки в том числе и я фармили на заданиях незнакомцев трилони олдин томас и другие играла я тогда в составе одного отряда интернационального между прочим был там один грузин ваха забавный малый вспомнилось как он нахваливал волканик и как я слила в унитаз свои кровные 300 долларов на покупку этого бесполезного пистоли занимались мы подобным фарма мне каждый день стоит заметить задание сдавали на последних секундах тяжеловато давался подобный заработок особенно тянуть таймер вот так вот потихоньку копили доллары и золото которые в то время не на что было тратить но если только все пушки в золото покрасить и черного араба купить за 42 золотых слитка не забывали сбрасывать пряжки этот момент указан в ролике например продать доктору 100 любых трав и радовались каждой карте сокровищ что давали за повышение уровня персонажа вот так мы игроки открытой бета игры жили и играли вступали в стычки с другими игроками кстати нам консольщикам тогда выдали 15 золотых слитка красно-рыжую арабскую лошадь револьвер азартного игрока и костюм гризли делики появились только в 2019 году это были поистине золотые деньки на 28 день серии награда составляла 0,5 золотых слитка плюс карта сокровищ два делика сделал и один золотой слиток в кармане золото буквально полилось в карманы игроков невиданная щедрость от рокстар позже добавили роль торговец и коллекционер мы начали зарабатывать солидные по тем временам суммы задание незнакомцев больше не воспринимались в качестве фарма роль охотника за головами не затрагиваю и лишь с обновлением натуралист рокстар порезали награду в деликах сделав автоматический сброс серии на 28 день подведу итог своей маленькой истории доллары я скопила продавая коллекции мадам назар занимаясь доставкой товаров крипса продавая самогон золото я скопила выполняя делики сбрасывая пряжки открывая карты сокровищ и вся эта валюта скопилась явно не за одну неделю или полгода конечно же все получено честным путем без использования гличи на золото и клонирование туз животных и да чит программ нет на ps4 так что ни о какой накрутке валюты речи быть не может это вам не пока скачал установил накрутил себе сколько хочешь группы по накруткам это совсем другое кстати по информации из дискарда redcat rockstar вновь возобновил двухфакторную верификацию кто еще не делал привязку своего аккаунта можно получить 10 золотых слитка но вроде все сказала в общих чертах главное играйте честно честная игра равна чистая совесть с вами была зайка зазнайка и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...